Телекомпания «ВИД» представляет. Вечер добрый. Скажите мне честно, давно ли вы смотрели балет? Ну хорошо. А фильм «Балет»? Правильно. Ведь вот говорят «хорошо забытое старое». Каким новым сегодня кажется «хорошо забытое старое»? Посмотрите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не узнали это лицо. Сегодня час пик для танцовщика с мировым именем. Андрис Лиепа, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрис Лиепа, 35 лет. Заслуженный артист РСФСР. Родился в Москве. Уже с детства на вопрос о своем будущем отвечал. Хочу быть папой в Большом театре. В 80-м году закончил Московское хореографическое училище. И его сразу приняли в труппу Большого. За 8 лет исполнил все ведущие балетные партии театра. Выступал в Ленинградском академическом театре имени Кирова. Танцевал в лучших балетных труппах мира. Нью-Йорк-сити Белли, Американ Белли Тьетчо, Ла-Скало, Гранд-Опера Убижара. В последнее время работает на сцене Мариинского. Любит все новое. Считает, что в жизни можно заниматься всем, что не скучно. Два года назад в Мариинском театре поставил оперу «Сказание о невидимом городе Китеже». Недавно снял фильм «Возвращение жар птицы». Вест танцевал вместе с женой Катей. Андрис, я вас поздравляю с премьерой. Неделю назад этот фильм впервые был представлен публике. Хотя, я знаю, вы не считаете это премьерой. Ну, я считаю, что все-таки дом актера, и это наша семейная традиция, все лучшее и самое, которое дорогое, нести в дом актера. И Маргарита Александровна Эскина, и Люся Черновская. Это два человека, которым мы безумно обязаны. И я надеюсь, что актеры, которые пришли смотреть этот просмотр, я считаю все-таки его просмотром для... Хорошо. Ну, мы не будем в дефинициях сейчас блудить, блуждать, прошу прощения. Андрис Лиепа, танцовщик, понятно. Андрис Лиепа, балетмейстер, понятно. Но режиссер фильма, что заставило вас режиссировать эту сложную работу? Ну, впервые я подумал о том, как можно было бы хорошо снять балет, когда я посмотрел оперу Франко Дзефирелли «Травиата». Ее показывали на верхней сцене в Большом театре, и у меня как-то запала эта идея, что наверняка можно снять так же красиво балет. Были, конечно, прекрасные примеры, и один из уникальных примеров, это все-таки Ромео Джульетта Сулановой, постановка Леонида Лавровского. Я надеюсь, что вот эти два замечательных произведения как бы были тем толчком для моей творческой какой-то... Ромео Джульетта все помнят. Отрывки довольно часто появлялись в свое время на телевидении. Это действительно завораживающее зрелище. Я не устаю повторять лозунг нашей телекомпании «Вид» «Лучше один раз увидеть». Я хотел бы, чтобы зрители посмотрели еще хотя бы чуть-чуть из фильма Андриса Лиепе «Возвращение жар-птицей». Вот еще интересный момент. Мне передали, что люди, вот актеры, танцовщики, которых мы видим сейчас, это глухонемые. Ну, данный момент это не тот, конечно, но очень много актеров, которые разыгрывают все пантомимные сцены, это артисты театра «Мимики и жесты». Когда мне предложили на Мосфильме взять массовку, я решил, что все-таки для балетного спектакля это будет не очень хорошо, а нам нужно на секунду и высказать то, что нужно. И нужно без слова. А все-таки артисты драматических театров, они все-таки нуждаются в слове. И поэтому я пригласил артистов из театра «Мимики и жесты» и не напрасно. Совершенно нестандартный ход. Я ничего подобного не слышал никогда. Ну, знаете, я думаю, что... Балет, это же музыка. Как они могли двигаться под музыку, не слыша звука? Ну, это вот такие чудеса, которые бывают. Я, честно говоря, надеялся на то, что все-таки я как режиссер им дам задачу, они ее исполнят, а я уже под музыку подрежу то, что мне нужно будет. Просто идеально они попали музыкально вот в те моменты, которые у нас были рассчитаны по музыке. Идеально. Как с ними работали? Им объясняли ритм, приводили какие-то аналогии? У нас был переводчик, который говорит на языке жестов. Все, что я говорил переводчику, переводчик говорил этим артистам, и артисты уже отвечали просто игрой. Безумно красивая история. Вернемся к танцу. Недавно в журнале «Балет» Борис Эйфман сформулировал очень горькую, как мне кажется, для отечественного балета мысль. Мы всегда считали, что наш балет лучший, а это значит, наша школа лучшая. Но вот, что пишет Эйфман. Послушайте. Во всем мире люди занимаются балетом потому, что не могут не танцевать. По моим наблюдениям, у нас в стране 80% артистов ненавидят балет. Потому что, когда 8-летнего ребенка приводят в школу, он понятия не имеет о том, чему ему придется учиться. А родные ему или ей твердят, ты должна танцевать, ты будешь Анной Павловой. А потом он или она учится, наконец, выпускается, имея при этом совершенно другие интересы в жизни. Борис Эйфман. Безумно спорное утверждение, но у меня язык не поворачивается сказать, что я не могу не верить Эйфману. Борис Яковлевич, мы очень его уважаем с моей сестрой Илзой. Недавно, когда театр был здесь, его выступления были в Большом театре, он приходил к нам домой, и были такие же разговоры, споры. Я вот с этой фразой вряд ли соглашусь, хотя там есть частично то, что мучает и меня. Когда детей учат балет, ведь, наверное, существует элемент насилия все-таки. Ну, насилие, безусловно. Я помню, мой отец говорил, что это вообще страшная профессия, когда с детства человек начинает заниматься тем... Вот уже тогда говорил? Говорил чуть позже. Крупнее, пожалуйста. Говорил чуть позже, да. Это интересная фотография, потому что вот с самого детства это вроде бы первый аттитюд. Сколько вам лет, Андрес, там? Знаете, честно говоря, я даже не могу припомнить, когда это было, но на самом деле я понимаю, что это я. Это в Риге... Крупнее, крупнее. В Риге первый аттитюд или арабеск Андреса. Давайте лицо посмотрим этого ребенка. Кто узнает в нем? Вот человека, который сидит передо мной, человека, который работал с Бижаром, с Барышниковым, танцевал в балетах Баланчина. Давайте об этом поговорим, Андрес, хорошо? Ну, очень интересно, конечно. Вы в 88-м году вместе с Ниной Анашвили уехали в Нью-Йорк. Вам было 26 лет. Талантливый, молодой, уже искушенный московской славой, славой Большого, танцевавший в постановках Григоровича. И вот Нью-Йорк совершенно другая танцевальная культура. Ведь утверждали, что российские, ну, скажем тогда, советские танцоры не способны танцевать американский балет. Вот то безумное искусство, которое сначала шокировало, а потом завораживало все. Ну, я обычно здесь... Это не первый вопрос, который мне когда-то задавали, вот на такую тему. Я обычно говорю, что Баланчин все-таки человек, который уехал из России в начале этого века. И совсем отрывать русский балет от советского так нельзя. И вот то, что мы приехали и станцевали несколько спектаклей, буквально выучив их за три недели, конечно, это было шоком и для нас, и для американцев. Сейчас очень многие артисты, которые имеют возможность работать в Нью-Йорк-сити балет. Вот недавно приезжал Большой театр, танцевал Игорь Зеленский. Он там проработал уже больше трех или четырех лет. А впервые, когда мы приехали, это был шок и для нас, и для критиков, и для артистов. Причем мы танцевали и с Ниной вместе, и танцевали отдельно, с американцами. Андрей, простите, а в чем все-таки разница? Вот мы понимаем, на бытовом уровне, да, вот есть разница между советскими телевизорами и японскими, она очевидна. В чем разница балетных эстетик, балетных школ, если выразить это простыми словами, доступными? Ну, я думаю, что вот если зритель, который не очень часто смотрит балет, но чтобы ему было понятно, все-таки у нас в связи с какими-то политическими явлениями, все-таки был драм-балет больше развит. И мы не представляем для себя балета без какой-то литературного либретта. Без сюжета, без музыкальной какой-то определенной эстетики, направленности. Спартак, Иван Грозный. То есть, прежде всего, это история. Это история. А у баланчина можно танцевать просто музыку. Вариации на тему Раймонды. «Симфония НСи» – это хрустальный дворец на музыку безе. Хорошо. Это, так сказать, концептуальная разница. А вот в танце в самом. У меня ощущение, что все-таки, вот гордясь, там, памятная фраза галичевская, да, а также в области балета. И вот мы так долго были впереди планеты всей, что перестали, собственно, заниматься балетом, а стали эксплуатировать вот те вот старые, прошлые времен Анны Павловой заслуги. Ну, я думаю, что здесь, конечно, все зависит от того, кто существует сейчас из хореографов. У нас, к сожалению, вот пробел есть в области творцов. Мне кажется, вот после Григоровича и Виноградова, ну, я, например, для меня, как для зрителя, больше не было хореографов у нас. Хореографы есть, но я так понимаю, что просто нет такой огромной машины, которая бы раскрутила эти хореографы. Я, например, знаю, что в Петербурге есть прекрасные молодые хореографы, есть они и в Москве. Назовите два имени, хотя бы два. Ну, я думаю, что... Я вам назвал два. Ратманский, Алексей, который ставит здесь. Я думаю, что в Петербурге это Лебедев. Это... Вы просто вот не знаете этих... Хорошо, хорошо, мы пока их не знаем. Но зато мы знаем... Мы знаем Бежара. Вы работали с Бежаром. Да. Расскажите об этом. Это безумно интересно. Ну, к сожалению, вот я недолго с ним работал, но это была буквально одна встреча. Получилось так, что судьба так распорядилась, что мне больше не удалось с ним поработать. Но это был потрясающий спектакль. Мы танцевали этот... Идея самого спектакля. Человек рождается одновременно со своей смертью. И в течение 25 минут на музыку Малера два мужчины... Это четвертая или восьмая? Вы знаете, это песни странствующих подмастерьев. Это потрясающая музыка с голосом на немецком языке. Я сначала был немножко как бы шокирован, потому что немецкий язык меня как-то выбивал, потому что я приехал из Америки, мне все время хотелось... Да, он не очень музыкален. Он музыкален, когда ты в него вслушиваешься. И действительно потрясающе. Но просто идея. Человек рождается со своей смертью. И на протяжении 20 минут происходит вот это общение со смертью с самого рождения до самого конца. И в конце прощальный поцелуй, и смерть уводит человека в небытие. Как создавался танец? Когда вы познакомились, все идеи движения, мизансцен были готовы? Или это делалось с вами? Знаете, идея такая, что я станцевал этот спектакль, который уже был поставлен. Я начинал работать с Хорхидоном. Если вы слышали, это известнейший танцовщик, который много работал с Морисом. И он показывал мне этот текст, потому что этот спектакль уже был танцован. И на основе этого спектакля Бижар собирался делать полномасштабный такой трехактный спектакль, который должен был быть в Париже с известной певицей Утте Лампор немецкой. А как работает Бижар? Он берет за руку, он объясняет сам, он сам показывает. Вот какова технология работы со звездой? Во-первых, когда он смотрит в глаза, ты уже видишь, что он в тебе видит то, чего ты даже сам не замечаешь. Вот первый мой разговор, я сразу, просто я пришел после спектакля, который называется «Кольцо небелунгов», я смотрел его в Париже, и у меня появилось такое желание попробовать и сделать что-то у него в труппе. Это практически невозможно. Он не принимает людей со стороны. Нужно работать у Бижара и тогда быть его танцовщиком. Очень редко, когда приходит кто-то из гостей, он не любит гостей, он не любит людей, которые приходят на несколько спектаклей и уходят. Он хочет людей, которые будут работать и тянуть ту лямку, которую надо тянуть, его труппе. Вот мне повезло, я все-таки встретился. И он совершенно удивительный человек, потому что во «Вскляде» уже есть что-то то, что ты даже теряешься, что он видит в тебе и начинает из тебя доставать то, что ты даже сам не знаешь. Вот это самое интересное, что было с Бижаром. То есть после Бижара становишься лучше, да? Ты понимаешь свои скрытые возможности, так? Я думаю, что у меня до конца это не получилось раскрыться там, потому что у меня за плечами был такой багаж, который все-таки нужно было перебивать, наверное, годом, двумя работой в этой труппе. Я не смог предать все-таки наш балет и остаться у Бижара года на два, хотя я знаю, что он пришел после этого спектакля и предложил мне работать у него постоянно. Но я все-таки не решился на это. Почему? Вы знаете, я как-то не мог оторваться от того, чем занимался я. Вот это вот непрерывное движение по миру, по разным трупам, по реализовывая свои новые возможности. Наверное, но может быть... Боялся остановиться. У меня было несколько уже запланированных идей, которые были и в голове, и уже были явно подписаны какие-то контракты. Просто вот это не совпало. Я думаю, что судьба так распорядилась. Но я попробовал. Самое страшное – это не попробовать. Однажды мне сказал Михаил Лавровский, как страшно. Вот ты заканчиваешь танцевать, а ты не попробовал ни Баланчина, ни Бижара, ни какие-то другие постановки, ни Макмиллана. Я все это попробовал. Я могу сказать сейчас не просто, что вот хорошие есть спектакли. Я их все танцевал, и я могу сказать, что вот просто телом прочувствовал их. В одном из интервью ваши слова. Я думаю, что это прямая речь. «Ничто на земле не делается без воли Господа». Маленький сюрприз для вас. Но я даже не… Может быть, вам будет это не совсем приятно. Вот эта иконка. Это Ксения Петербургская. Когда я приехал в Петербург на первый свой спектакль, одна из осветителей, Царствие Небесное, Татьяна ее звали, она мне принесла эту иконку и сказала, что она будет тебя охранять в Петербурге. Вот такой очень момент. Я прошу прощения, что я к ней прикоснулся. В этом есть какая-то вот такая грань дозволенного здесь в эфире журналисту. И это сделано с санкцией вашей жены. Я, ей-богу, хотел сделать приятное людям, которые вас смотрят сейчас. У вас сейчас такие глаза. И я вам желаю, чтобы вот этот дар, который вы из добрых рук получили в свое время, дальше вас охранил. Я даже нашел не только интересную работу, и Ксенюшка нас охраняет. Есть любимый человек, которого я нашел в Петербурге. Я думаю, что как бы вот проведение, оно меня привело через Америку, привело в Петербург. И я нашел свою жену. И там мы венчались. Конечно, это удивительно. Это был Андрис Лиепа. У меня больше нет слов. Это был час пик для замечательного танцовщика, сына великого артиста. И я думаю, что его будущее, его судьба не только в руках Ксении Петербургской, в его сильных руках, в его талантливом мозге и теле. Дай вам Бог всего, Андрис. И еще раз давайте посмотрим на вашу работу. Спасибо. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok